Девушки отдыхают Группа вернулась на Эверест ровно через год Ощущения, как будто бы и не уезжали Из-за большого количества женщин экспедицию официально называют первой женской Палатка-то на двоих Первые выходы стали для участников тяжелого испытания Группу постоянно преследует непогода Надежда Воскресенская не выдерживает темп экспедиции Группу еще, Саша Впереди выход на северное седло Завершающий этап акклиматизации перед штурмом вершины Эвереста В передовом лагере участники экспедиции проведут один день Для того, чтобы потренироваться в использовании альпинистского оборудования Без которого невозможно дальнейшее восхождение Ножки пошире, пошире, Олег Впереди их ждет стена перед северным седлом Угол ее наклона составляет в среднем 40 градусов А иногда все 70 Наши альпинисты не смогут преодолеть стену без жумаров и кошек Жумар закрепляет человека на веревке, не позволяя ему упасть А также дает возможность отдыхать во время подъема Но тем не менее, для жумаринга нужна хорошая физическая подготовка Впереди сложное восхождение И те участники, которые впервые на горе, даже не подозревают на сколько Устала? Отдохни Нет, не так, веревка должна быть нагружена Поп назад, поп назад, не коленями, поп назад Вот так хотя бы сиди Было зафиксировано множество случаев, когда кошки становились причиной серьезных ранений Но альтернативы на данный момент не существует Все, уходи просто маятничком Вот И аккуратненько, кошечки прям Ты на льду, ты кошечки, зубья прям должна четко ставить Они у тебя не должны проскальзывать Андрей Викторсон, шкипер Он регулярно ходит в море А в горах оказался впервые в своей жизни Андрей рассчитывает совершить восхождение на северное седло Эвереста Он не просто демонстрирует хорошую форму А обладает особой сноровкой моряка Для меня это от начала до конца Возможность победить себя Спокойно двигаешься Кажется, Андрюхе ничего не подсказывается Смотрите все, видите Он не грузит практически Он идет спокойно по горизонтали Подгружает задницу Его тащит веревка туда Вообще для меня жизнь в палатке Холод Длительные переходы на большой высоте Все это для меня представляет большую сложность Тем более, что это первый раз Да вот сейчас задумался А надо ли мне? Эксперимент Абрамова продолжается На каждой новой высоте Первую ночь группа спит с кислородом Гипоксия усиливается ночью Человек начинает задыхаться Его мучают кошмары и бессонница В первую ночь кислород сгладил эти симптомы Вторая превратилась в настоящее испытание А страшные звуки, которые издают движущиеся ледники Только усугубили ситуацию У меня голову плющило Каждые полчаса я встала и думала Ну хоть бы шесть, ну хоть бы шесть Ну хоть бы до ночебники У меня высохли губы, высохла глотка Голова вот такая квадратная Просто плющенная Лежишь только приплющенный К мешку просто Все участники спустились в базовый лагерь Самая большая радость — возможность помыться Они не делали этого с самого начала экспедиции Из-за опасности и простудиться В моей первой экспедиции на Ивересе Я не мылся 40 дней Знаете, говорят, что первые 10 дней только тяжело, да? А потом привыкаешь Так оно и есть И человек, когда моется, он просто смывает себя Защитный вот этот слой Который, собственно, защищает его от всех болезней По поводу того, кто за кем пойдет в баню Даже устроили собрание Я грязнули, я не мылся три недели Через 15 минут будет горячей воды много Ладно Помыться в течение месяца вы сможете 3-4, ну максимум 5 раз Устроена баня? Очень просто Предбанник, где вы раздеваетесь и оставляете свою одежду А потом быстро проходите в саму баню Две кастрюли с горячей водой Подогреваемой из газового баллона Но ваша только одна Вторая для того, кто стоит за вами в очереди Здесь холодная вода Шайки для смешивания Намыливаетесь Выливаете воду на себя В коврике сделаны специальные отверстия, чтобы вода уходила После чего наполняете свою кастрюлю новой порцией воды Это для того, кто пойдет следом Затем насухо вытираетесь Быстро одеваетесь и выходите Эй, Януш! Вот, где он! О-о-о-о-о КОРЁКО, МОВИ МОВИ О,в Global Януш! gereizt Когда мне сказали, что здесь будет баня, вы понимаете, я человек наивный, привезла с тобой четыре веника дубовых, но осталось невостребовано, поэтому моемся тазами. Перед выходом на северное седло экспедиция проведёт в базовом лагере три дня для того, чтобы перевести дух. Лагерь русской экспедиции — наиболее комфортабельный на Вересте. После четырёх дней на суровых склонах он воспринимается как курортный отель. О, да-да-да. Пальма, как ты заказывал? Да. Вот здесь. Абрамов понимает, что даже в условиях экспедиции у людей должна быть возможность отдохнуть. Зачем мы привезли сюда кофемашину? Зачем привезли принтер? Это просто интересно попробовать, потому что у людей не должна быть какая-то пресная жизнь. Сели в базовом лагере, смотрят, десять человек друг на друга, и думают, кто залезет первый, кто не залезет, а вдруг я заболею. И вот так вот, сжав зубы, сидеть два месяца. Наши палатки самые большие, сделанные по специальному заказу. Но главная гордость Абрамова — кухня. Это так называемый китченбой. Они здесь готовят, выбирают, трудятся. Это духовка, в которой ребята каждый день пекут хлеб. У нас все время свежий хлеб. На такой большой высоте невозможно приготовить нормальную пищу. Вода кипит при температуре 80 градусов. Поэтому мы используем скороварки в обязательном порядке. Китченбой ежедневно готовит еду на всю экспедицию. При этом меню соответствует уровню хорошего ресторана. Каждый день участников ждет суп, два варианта горячего и разнообразные закуски. О, Дэнди, привет. Что ты делаешь? Это суши? Ой, спасибо. Немножко больше соли. Соли. Общий вес запасов провизии нашей экспедиции — две тонны. Еду хранят, как ни странно, в холодильниках. В землю зарываются бочки. Постоянно течет вода днем. И ночью все это замерзает. И вокруг бочки образуется лед. Видите, тут лежит мясо. В базовом лагере есть даже водопровод. Вода идет сюда из ближайшего озера. Для ее нагревания используют газовые баллоны. Выше придется колоть и топить лед. Большинство людей спрашивают, как вы в горах ходите в туалет? Ходим в туалет мы ногами, смотрите. В небольшом отдалении от палаток находятся четыре туалета. Два мужских, два женских. Еще туалеты есть в Миддл Кэмпе и в Ай-Би-Си. А выше начинаются приключения. Найти на Эвересте укромное место практически невозможно. Снегопад, который шел всю ночь, поставил под угрозу выход на северное седло. Знали, что будет снег, что настолько сильный. Не ожидали. Саша, а значит ли это, что на день выход откладывается? Нет, конечно. Горы любят смелых. Завтра еще хуже погода. Нам бы проскочить до Ай-Би-Си. Потому что я посмотрел, до пятого мая метра два снега выпадет в сумме, по прогнозу. То есть сегодня самый мелкий снегок. Абрамов уверен, что можно успеть подняться на седло до того, как погода по-настоящему испортится. Китайский офицер связи сообщил, что с Шерпом и Яком сегодня запретили подниматься на гору. А значит, некому будет доставить вещи группы в лагерь на 6400. Мы им предлагали денег в полторы раза больше, они не соглашаются. Семь или кофе. И ничего. Ничего, идти надо наверх. А дальше как поднимать какие-то... Надо быть сильным и поднимать свои вещи с ним. Ничто так не убивает твою самооценку, когда ты идешь по маршруту, причем, как тебе кажется, в хорошем темпе, как проносящиеся мимо Шерпы с тяжелой поклажей. Такое ощущение, что высоты для них просто не существует. Поговаривают, что это потому, что у них есть волшебный ген высоты. Это не так. Не один ген, а целая совокупность. Шерпы маленького роста. Соотношение объема их легких к размерам тела и количества кровеносных сосудов в мышечных тканях у них больше. Больше удельный вес крови. А значит, больше эритроцитов, а значит, гемоглобин больше присоединяет молекулы кислорода. Но несмотря на все это, нельзя сказать, что Шерпы здесь потому, что легко себя чувствуют в горах или любят горы. Нет. Они здесь только потому, что им нужно кормить свои семьи. При этом на равнении Шерпам приходится акклиматизироваться к новым условиям так же, как нам в горах. Для большинства членов группы выход на северное седло тренировочный. А для Нади Воскресенской настал решающий момент. Она приехала, чтобы взять именно эту высоту. Нади понимает, что неизбежно отстанет от остальных и боится заблудиться из-за снега. Но Александр Абрамов категорически запрещает своей жене и помощнице Люде Коробешко идти с Надей. В медленном темпе им придется идти гораздо дольше, что увеличивает риск простудиться. Существует программа, вывешенная на сайте. Программа «Вершина Эвереста», отдельно программа «Седло Эвереста». По этим программам полагаются гиды на каждую программу. Это, ну... И когда я попросила, ну, хотя бы на первую половину дня гида, я имею на это право по договору, по программе, которая анонсирована у них на сайте. Пока Надя сказала, что, на ее взгляд, во время снегопада очень сильно меняется рельеф. На мой взгляд, во время пятисантиметрового снегопада рельеф меняется на пять сантиметров. Сейчас пройдут, там, пятьдесят участников, то есть никакого отличия от предыдущих выходов там. Ну, предыдущие выходы Надю не потеряли. Я думаю, Надя вперед выйдет, а там посмотрим. Я просто считаю, что... Ну, я не хочу на камеру говорить. Потому что я с ним уже поругалась, поэтому я не хочу, наверное, говорить на камеру. Нет, я считаю, что сейчас я точно не пойду с Надиной скорости, это идти восемь-девять часов. Угу. У меня всегда должен быть человек, который должен идти с Надей. Ну, да. Потому что человек говорит, что я боюсь идти по тропинке. И она заплатила такие безумные деньги, что я ей обязан дать второго гида. А второй гид – это его жена. А он говорит, что... Типа, если Люда еще раз пойдет так медленно, она заболеет и не зайдет на гору. Я ему сказал, что Люда – гид, Люда, не твоя жена. Он сказал, что Люда, ты заболеешь и не подойдешь на вершину. Ну, и что, заболеет? Ну, она – гид, и не зайдет на вершину. Что, лучше бросить ребят, которые идут, заплатили бабло? Для меня альпинизм все время был командным видом спорта. Здесь немножечко иначе, потому что экспедиция коммерческая, все являются клиентами, и в каком-то смысле каждый для себя. В итоге было решено отправить Надю первой. А вместо гида – выделить ей шерпа. Я не знаю, я прям учусь. Мусик, жди меня, и я вернусь. Они плачут. Плакают. Надя уходит первой. Через некоторое время следом за ней выйдут остальные. Группе предстоит на фоне ухудшающейся погоды три дня подниматься на северное седло. Их ждут ночевки в Мидлкемпе и Эбиси. Что случилось? Влажность повысилась, очки запотевают. Без очков нельзя. Их вообще никак нельзя. Ну что, как идти в такую погоду, расскажи мне. Что, отлично, идти надо. Главное – идти. Нет плохой погоды, есть плохие альпинисты. Хочу сказать, сегодняшний бой самой собой выиграла. А с кем соревнуешься? С самой собой. А, ну то есть в любом случае выиграешь. Не факт. Ветер поменял направление на 180 градусов. Обычно ветер идет с запада, а сейчас ветер идет с востока. Что это может значить? Ну такое очень редко бывает явление. Тут всегда с запада дует. Мидлкемпе считает, что сильные снегопады будут. Ну я с ним согласен. Особенно если посмотреть прогноз погоды на ближайшие 8 дней. Каждый день снег. Почему бы не согласиться с таким мнением? Ну видишь, пар идет. А обычно пар не идет на ювелесте, как ни странно. Да. Тут очень сухо. Тем более надо быстро кушать, довалить наверх. Пока до палаток доберемся, там уже нас засыпнет. Пойдем кушать. Пойдем. Руководитель группы задает высокий темп. Он надеется проскочить до снегопада. Очень плохо идет, очень тяжело. Непонятные явления. В прошлый раз лучше было. Идется нормально? Не так хорошо, но и рюкзак тяжелее. Участники пытаются убежать от непогоды. В то время как еще большая опасность притаилась прямо под ногами. Вот по-прежнему какие-то трещины в леднике. Причем довольно глубокие. Ой-ой-ой, чуть не упал. Если присмотреться, то вот дна не видно. Она уходит куда-то в бесконечность. Вот где-то там, на северном седле, в 1980 году, в глубокую трещину провалился Райнхольд Месснер. Он совершал первое в мире одиночное, бескислородное восхождение на Эверест. Причем в сезон муссонов. Самый плохой погодный сезон. У него не было не то, что шерпа-помощника, у него не было рации. Он поклялся, что если вдруг он сможет выбраться из этой трещины, то первое, что он сделает, он пойдет вниз. Он выбрался из трещины и пошел к вершине. Надо ли говорить, что он покорил Эверест? Впоследствии он стал первым человеком, который покорил все 14 восьмитысячников мира. Откуда у тебя кровь-то, Ром? Да, пересохла перегородка ночью. Что-то отколупнулось, вот теперь с кровью. Ничего пройдет к вечеру. Так и живем. Слизистая носа высыхает из-за того, что человек в разреженном воздухе дышит глубже и чаще. Это приводит к обезвоживанию, которое смертельно опасно в условиях высокогорья. А физические нагрузки только ускоряют процесс. Блин, ужасно переходит. Будь я его простая на два часа раньше, чем в прошлый раз, он ужасный. Убийственное. Всем казалось, что во второй раз подняться в лагерь Айбиси будет проще. Тем более эксперимент Абрамова должен был ускорить акклиматизацию. Но участники чувствуют себя хуже, чем в первый выход. Несмотря на усталость, альпинистам захотелось побыть вместе. Чтобы не оставаться один на один со своими тревогами, место для отдыха организовали прямо в общей палатке. Те, кто прошел через школу альпинизма, они понимают, что такое команда, командный дух и вот такая командная взаимопомощь. Надя – герой! Водку выжать? С майонезом и хлебом? Как оно, Надя? Птичку. Возникает вопрос. А зачем? Надя, ты просто монстр. Не, я улитка. Докторая. Но целеустремленная. Пройденных маршрутов на вершину Эвереста – 18. Два считаются общедоступными – с южной стороны и с северной стороны. А другие 16 маршрутов доступны только профессиональным альпинистам. Три из них впервые были пройдены нашими соотечественниками. Первая советская экспедиция отправилась на Эверест в 1982 году. Был выбран самый сложный маршрут из еще не пройденных. Райнхольд Месснер, лучший альпинист того времени, сказал, что это какой-то психоз. Это массовое самоубийство. Я ставлю 95 к 5, что ни один русский не поднимется на вершину. И он ошибся. Вершину покорили 11 альпинистов. Самое интересное, что их могло быть больше. Просто руководитель экспедиции посчитал, что выбрал до конца весь лимит удачи. И остановил восхождение. По официальной версии, испортилась погода. Вечером Абрамов собрал участников, чтобы рассказать им план на завтра. Завтра самый решающий день нашей экспедиции. Неужели? Те, кто не дойдут до седла, не пойдут на восход. Если кому-то будет плохо, значит, начнется поспортировать. По прогнозу, после обеда сильный снегопад. Поэтому Абрамов снова заставляет своих людей идти очень быстро. Но вчера прогноз не оправдался. И группа начинает бунтовать. Было очень быстро, Саша. Я знаю, что надо торопиться, но я сдохла. Да, у нас сюда, в принципе, 40 минут до конца. Мы шли час 15. Час 13. Блин, а мы слабо-унылое говно, Саша. Мы не альпинисты. Не надо, если слабо-унылое говно, то лезть на Эверест. Поэтому будь, пожалуйста, сильный. Группа идет по плато, которое со всех сторон окружено снежными склонами, из-за чего солнечное излучение здесь достигает невероятной силы. Альпинисты называют это место линзой или сковородкой. Солнечная радиация на Эвересте в разы превышает ее уровень на равнине. Так происходит, потому что солнечные лучи не успевают рассеяться, а снежный покров отражает до 70% ультрафиолета. Недавнее исследование ученых позволило установить, что альпинист за время экспедиции на Эверест получает дозу радиации, которая в пять раз превышает годовую дозу облучения среднестатистического сотрудника атомной электростанции. Поэтому во время экспедиции участники практически не снимают солнцезащитные очки и используют крем с самой высокой степенью защиты от ультрафиолета. Что за чудо к тебе прилетело? У меня птичка села вот, вот на руку, это же знак. Она меня ждет. От начала стены и до самой вершины альпинисты должны идти, пристегнувшись к страховочным перилам. На отдыхе стоим на самостраховке. Если снимаем рюкзак, рюкзак тоже на самостраховку. Потеря чувства опасности. Одна из реакций на перегрузки в горах. Ирэн, ты будь аккуратно живешь с такими... Ой, Ирэн, да. Ирэн, да. Ирэн, да. Саня, Дюха, вечер на меня ругается. Ирэн. Ты что, ты никого прощения не... Поставьте Ирэну, он у нас перец. Саня, Саня, поставь ее. Ирэн, не надо так делать. Карабины тебя спасут. А чего они меня должны спасти? Ну хорошо, я упала. Карабины проскользили 20 метров на веревке. Я себя побила кошками и еще сорвалась. Не сорвалась, неизвестно. Отстегиваться от страховки на склоне категорически запрещено, потому что если вы полетите вниз, то в лучшем случае вы отделаетесь многочисленными переломами. Так что лучше проявите терпение и не подвергайте свою жизнь бессмысленному риску. Говорят, все на том свете тело имеет право пожаловаться на душ. Так мое, наверное, меня засадит в ад до конца жизни. Меня никто не отмолит. Какие издевательства на тело. Красавец, Саня. Сильный. Подобрал? Ага, вы идете. Фух. А-а-а. Здесь это адов трэш. Александр Кубасов. Оператор-постановщик фильма. Впервые в горах. Перед экспедицией вся съемочная группа выполнила программу гипоксических тренеров. Это сгладило отсутствие у Саши опыта восхождений. Но психологически ему труднее, чем остальным. Потому что ему нужно не просто дойти до седла, но и работать по дороге. Смотри, уже тучкой натягивай, сейчас попадем. Во время снежной бури видимость в горах может становиться почти нулевой. И тогда единственным ориентиром остаются страховочные перила. Вон там витрило какое на седле. Смотрите. Сейчас покажу. Сейчас покажу витрило на седле. Раз, два, три. Оп. Ну как. Это выход на седло. Хочется, да? Ох, вы сумасшедшие люди. Несравненная Люси. Ты где? Помаши мне ручкой. Я нахожусь на седле. Вижу палатки. Возможно, пока не наши, но это уже не имеет значения. Первыми на седло поднялись Влад, Саша и Люда. Им повезло. Снегопад еще не начался. Но остальные вряд ли успеют проскочить. Идешь, 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 идешь. Понимаешь, хочешь пить. Берешь поилку, два глотка делаешь. И понимаешь, что сделал не два глотка, а пропустил два вдоха. И ты такой... Из-за гипоксии увеличивается частота дыхания. Учащается сердцебиение. Организм пытается компенсировать нехватку кислорода. А в совокупности с высокими физическими нагрузками, солнечной радиацией, сухим воздухом, у человека могут возникать такие симптомы горной болезни, как обезвоживание, головная боль, тошнота, потеря аппетита, снижение остроты зрения, нарушение координации движений. Человек может впадать в апатию или эйфорию, страдать от бессонницы или сонливости. И с каждым набранным метром симптомы будут только усиливаться. Андрей Викторсон, который сегодня тяжело шёл с самого начала, выдохся уже на середине стены. Прогноз Ромы слишком оптимистичный, но Андрея нужно как-то подбодрить. Гипоксия и усталость мешают Ирене, Лиане и Олегу адекватно оценить угрозу. Они выбрали самое неудачное место для отдыха. Ирена, уходите оттуда! Усилить в самом опасном месте. Там убило этого венгра несколько лет назад. Лавины, обвалы льда — убийцы номер один в горах. При исходе лавины тонны снега летят со скоростью до 450 км в час. Даже если удалось каким-то чудом остаться в живых в лавине, очень велик шанс умереть, дожидаясь спасателей. На Эвересте лавины уже унесли жизни более 60 альпинистов. С северной стороны вероятность схода лавин небольшая, но она увеличивается при сильных снегопадах. 18 апреля 2014 года на ледопаде Кхумбу сошла лавина. Погибло 16 шерпов. Случилось это на высоте всего 5800 метров, когда шерпы устанавливали лагерь для альпинистов. Эта лавина стала самой смертоносной за историю Эвереста до прошлого года. В результате лавины, сошедшей на базовый лагерь Эвереста с южной стороны в 2015 году, погибло 19 человек. Более трети погибших на Эвересте — это шерпы. Они проводят на склонах горы гораздо больше времени, чем альпинисты, потому что до восхождения они прокладывают маршруты и обустраивают высотные лагеря, а после восхождения демонтируют лагеря и спускают вниз снаряжение и мусор. Эта профессия считается самой опасной в мире после военнослужащего в зоне боевых действий. Оказавшись на стене, Андрей понял, насколько рассказы Абрамова не соответствуют действительности. Вот так со стороны смотришь, казалось бы, что, забежать, да? Да ну все. Слушай, это не раз, хуйня. Надо психологически готовить людей. Понимаешь? А когда говорят, что хуйня, 30 градусов. Получается вот так. Просто нечестно. Чуть не нахуй, если не раз. Но красиво все равно, да? В некоторых местах угол наклона стены действительно доходит до 70 градусов. На этих участках очень тяжело идти, но удобно отдыхать. Вся группа, кроме Андрея и Ромы, уже зашла на седло. Тяжело, легко, терпимо. Абрамова, как? Блин, ну туалет у меня. Оно, в принципе, привычно. Они все такие сложные. Но это мечта. Здесь оно того стоит. Не успеваю. Вниз? Ну, позвоночил, ждешь, завтра устрою. Не, не получается. Андрей не готов ночевать на северном седле. Ему настолько тяжело уже сейчас, что он хочет прекратить восхождение. Рома Реутов пытается его поддержать и мотивировать на подъем. Чувак, 100 метров осталось. Все внутри меня призывал прекратить это издевастие, эту пытку, в полном смысле этого слова. Я так понимаю, я не успеваю сразу, да? Ну, часа два еще идти. Чего? 10 метров, 27. Первый или второй? Вот, выходишь на веревку, если... у меня вопрос прямой. Первая и вторая гора. Люди вот эти верхние стоят на седле. Вот, где человек вот смажет, да? Да. Это... тоже стихия, которая помогает увидеть свои слабые стороны и попытаться справиться с ним. Ну, давай ты первый. Да не, давай ты. Ладно. Благодаря Роме и Саше Андрей нашел в себе силы продолжить восхождение. Шерп в который раз пытается забрать рюкзак у Андрея. Но он даже сейчас отказывается. Окей, take mine. Моя ли? Йоп. Окей. Давай, Ромич. Дело, смотрите, это самое высокое высоту. Молодец. Рома Реутов впервые в жизни на такой высоте. Его организм реагирует с сильной тошнотой. Еще дистер. Ну, ничего, молодец, молодец. Боюсь открывать ботинки. На большой высоте тошнота — это неплохо. Наоборот, считается, что если человек рвет, то ему будет проще наверху. В считанных метрах от лагеря Андрея совсем покинули силы. Доннурфхола 15 метров. Чаек, вкусный сок, немножко супчика. Давай, и после этого у тебя силы устократятся. Здесь все близко. Семь километров — это точка, где кислорода совсем много. Движется очень тяжело. Силы-то как-то должны восстанавливаться, видимо. Без кислорода этот процесс не работает. То есть, в каком состоянии ты находишься, так ты и пребываешь с течением времени. Андрюх, поздравляю, ты сделал это. Андрей, молодец. На север на седу я поднялся. Ну, уж и не знаю, или молитвы моей возлюбленной, но я это не осознал до сих пор. Тебе знакомо это ощущение вращения, как будто ты весь мир обидел и нет прощения, как будто кто-то вывернул все клетки наизнанку, и гениальный доктор не поможет исцелению. А дальше падать вместе на предельной скорости туда, где ядерными взрывами сияет солнце, туда, где... Каждый у него все молитвы. Горитв, наверное, зайнер, видишь, какой видишь? Погода портится, потом внизу уже совсем. Силу того, что я новичок, да, то я все силы грохнула на подъем. В результате вылез, но сил нет. А мне через 15 минут надо спускаться вниз. Лучше по мороженому. Команда, конечно, помогает и находится рядом. И всегда на какую-то помощь может рассчитывать. Все, давай, удачи тебе, Андрюха. Ребята, люблю вас! Андрей достиг своей цели. Впереди дорога домой, привычная жизнь и возвращение в море. Андрей уже спланировал свое следующее плавание. Думаю, что я заболел, когда... Иначе бы давно уже это расстрел. Уже было бы на берегу моря. Кто-то пляшет, кто-то блюет. Все нормально. Армянское радио, как дела? Я так расстроилась. Почему? Сам дух уехал. И что нам еще так долго? Я сейчас слезу не пустил. Я даже... Какие мои сентиментальные? И что нам еще здесь три недели торчать? Я не могу подорчить. А ты пустил слезу? Нет. Почему? Она заберзла сразу. Здесь жопы на луке. Эту ночь группа проведет на северном седле на высоте 7 тысяч метров. Здесь у многих начинает сдавать не только тело, но и психика. Каждый профессиональный альпинист, ночуя на высоте свыше 7 тысяч метров хотя бы раз в жизни, ощущал рядом с палаткой присутствие кого-то. Но это был не человек. Шаги, вздохи, тяжелое дыхание, скрипы. Эдмунд Хиллари, первым покоривший Эверест, в 1960 году организовал самую большую экспедицию по поиску Йети. И ему местные жители представили доказательства. Это были кости и скальп. Правда, потом в лабораторных условиях выяснилось, что это были кости обезьяны и скальп очень редкого голубого тибетского медведя. Но Йети есть. Нашему высотному оператору Володе Котляру спать не дает совсем не страх перед Йети. Он планирует сюрприз, для своей любимой. Ну, что пишешь? Записки. Кому? Девушки своей любимой. Ты прям каждый день подробно описываешь? Ну, не каждый день и не подробно, но в целом, да. Постфактум будешь читать или по e-mail? Ну, сама будет читать. Привезу. Если привезу. Северное седло. Самая высокая точка акклиматизации. Здесь обычно альпинисты отдыхают день, после чего идут вниз ждать финального штурма. В этом году Абрамов решил усилить акклиматизацию подъемом на гребень на высоту 7500 метров. Ирэн, стой одевайся. Я знаю, но он бы на полхожденьке я знаю, как одевать. Он сейчас мешки собирать должен. Ну, сейчас минуту за это потратить. Ирэн, не верейся, каждый счет должен все делать сам. Я же уверен, что я умею собирать. Ирэн, у нас сейчас тренировка, что будет дальше? То же самое. Когда подбирается шерпа, теперь надо п***аться. Ты должна все сама делать, Удина. Я умею делать. Не умею. Как ты? Не умею. Когда идем на Эверес, каждый должен самостоятельно отвечать за себя. Заодно еще и за шерпу. Шерп от нахожий человек, ему так же может быть плохо. А не садиться вот так, остапыривать, считать, когда тебе пустое. Я не чувствую в себе сил идти наверх. Гражданка, ты приехала на Эверест идти или чувствовать в себе силы? Чувствуешь в себе силы, собирая вещи, езжай домой. Я очень люблю женщин, особенно выше 8 тысяч. Выше 8 тысяч, у них специфический запах. Женская сборная. Вот девчонки, а. Мы сейчас идем на высоту 7500. Эти высоты, это уже враждебные. Это враждебная стихия для человека, однозначно. Во время финального штурма на этой высоте альпинисты уже идут с кислородом. В этом году Абрамов решил не использовать его на гребне для лучшей акклиматизации. Выше 7 тысяч идти без кислорода настоящее мучение. Его уровень во вдыхаемом воздухе здесь всего 43% от того количества кислорода, которое доступно на уровне моря. Каждые несколько шагов приходится отдыхать. Ты делаешь шаг, два, и стоишь, дышишь. Тебе надо очень много раз вздохнуть, чтобы насытить тело кислородом. Но сердце не справляется. Ты столько раз дышишь, что оно начинает биться просто в ушах, в голове. Саша, ты будешь? Просто чай? Давай. Нет, все. Нет. Блин, это не сложно. На чай. Он сладкий не будет. Лучше на колени встанешь. Если болевать, лучше на колени. Я уже полголова. Мне так было плохо, я три дня не чинила. Я вообще не чинила три дня. Мне рвало каждые полчаса. Давай, давай. Коронку. Я коронка как оскорбляет меня, почему? Оскорбляй нас. Оскорбь чего? Оскорби меня. Сделай мне больно. Качество веса не будет. Это не оскорбление. Давай что-нибудь такое, нормальное, загни. Ты ведешь себя, как Макитыч? Сказать тебе, что все твои разговоры только про смерть, пропало, посрался, умер, спнил, ноги отвалились, руки отвалились. Ты какой чувствовал, ты прешься от этого, что ты ведешь людей, как будто бы нам верную смерть. Любое мое соприкосновение с тобой за 21 день здесь заканчивается тем, историей о том, как кто-то склеил аст. Теперь пытаюсь, видишь, потом меньше общаться с тобой, чтобы поменьше представлять свою смерть на гребне. А так все отлично. 285 человек погибло за всю историю восхождений на Эверест. Самая распространенная причина смерти – лавина и обвал льда. 77 человек лишились жизни в результате падения. 28 человек скончались от высотной болезни, 23 – от других заболеваний, 26 – от обморожений, 16 – от истощения. 7 человек пропали без вести. Лиана и Ирена сильно отстали от мужчин. В то время как Влад и Олег уже почти прошли снежную часть гребня, девушки находят любой повод, чтобы передохнуть. Если это и слабость, они по-женски стараются ее скрыть. Чем больше мы сидим, тем меньше мы пройдем. Я вот чем больше сижу, мне тем больше нравится. Я не выкладываюсь пока до конца. Я не могу сказать, что я прямо шла на последнем издыхании. Я лучше остановлюсь, я отдохну, я что-нибудь съем, посижу, но я не выкладываюсь на все 100%, чтобы оставить силы. Абрамов пытается уговорить Ирэну и Ириану продолжить подъем. Он специально поставил группу в экстремальные условия, чтобы понять, чего ждать от подопечных во время финального штурма Эвереста. Я вам сказал, пройдите еще вверх. Ну что, начинаете? Ну вот и вот и вот. Она и рвет. Рвет, это хорошо. Человек, который блюет, обычно хорошо идет на них. Тут же не принято говорить о слабостях. Тут надо же говорить, что тебе вообще все пофиг. 7-10, да? Я так не могу врать. Мне нереально тяжело. Ирэна и Ириана, несмотря на уговоры Абрамова, развернулись и пошли вниз. Люда вынуждена прекратить свой выход, чтобы сопроводить их в лагерь. Затем ты мне сказал, одень эту пуховку. Теперь я ее тащу с собой. Я не пойду с ними на грудь. У тебя только одно говно, но у тебя одни смерти. Ясно? Покорение Эвереста было заветной мечтой Джона Дилени. Но его восхождение откладывалось из-за разных причин, а потом врачи диагностировали у него рак. В 2011 году Дилени приезжает к подножию Эвереста, утверждая, что он полностью излечился и идет к вершине. Все, кто шли с ним, видели, насколько он был слаб, но остановить Дилени было невозможно. Джон Дилени умер, не дойдя до вершины 50 метров по высоте. Через год позвонил американский журналист, и около часа по телефону мы разговаривали. Первый вопрос был такой, мы уверены, что Джон Дилени погиб на Эвересте. Я спросил, почему вы так, почему вы интересуетесь, потому что оказалось, было возбуждено уголовное дело перед отъездом на Эверест. Он несколько миллионов долларов из компании, в которой он работал, перевел на счета своих родных и близких, и, как я понимаю, уехав на Эверест, он не собирался возвращаться. На этой высоте уже лишние какие-то сотни граммов в рюкзаке ощущается. Вторая группа начинает штурм стены перед северным седлом, но их подъем усложняется снегопадом. На маршруте много трещин, а из-за выпавшего снега заметить их становится сложнее. Можно я не буду пока смотреть, меня кружит голову? У меня тут как раз вот оно. Иди сюда. Вот туда? Ко мне. Ко мне, туда. Учий случай. Вся вторая группа смогла подняться на северное седло. А значит, каждый будет допущен Абрамовым к восхождению на вершину. За четыре часа. Я боюсь, что я торможу постоянно. Ты нормально. Нисколько не тормози. В это время на гребне снег тоже усилился. Видимость всего несколько метров. Как только снегопад действительно стал представлять угрозу, руководитель принял решение прекратить восхождение. Проблема в том, что Володя, Влад и Олег ушли далеко вперед. Хорошо, что веревка есть. Заблудиться, как нечего делать. Руководитель экспедиции понимает, что чем быстрее все спустятся, тем лучше. Абрамов пытается докричаться докричаться до ребят. Ребята, щелкивайте скользящий к Абрамову. Он нас орет. Видишь, какая погода, оглянись. Жопа, да? Я наконец обратил внимание, что идет сухой снег. Знаешь, что такое сухой снег? Он электризуется. Убить, наверное, не убьет, но чувствую, прямо вот голова вся стала, знаешь, прямо колоть. Выход на 7500 не является обязательным в программе акклиматизации. Но Абрамова волнует поведение Ирены и Лианы. Он считает, что они должны были послушать руководителей экспедиции и не прекращать выход так рано. Во время штурма вершины такое упрямство может привести к гибели. В следующем году будет квота. Одна женщина на целую экспедицию. Все, в этом году хватило? Одну ты седла и одну ты вершину. Нет, просто они все что-то боятся, что-то не знают, что-то не понимают, что-то им неясно, страшно. Просто что-то им объясняешь, они начинают воспринимать, что это ты к ним плохо относишься, еще чего-нибудь. Когда ты одна, ты надеешься на мужчину, а тут три или четыре женщины, которые рассчитывают на одного Абрамова, понимаешь, который со своей женой идет, и, соответственно, спасать будет свою жену, несмотря на то, что она якобы альпинистка. Черт знает. И сейчас он тоже нервничает, не хочет с нами разговаривать, что столько баб, в следующем году будет квота на одну бабу. О чем ты думал, когда ты набирал десять баб и брал деньги из десяти баб? В это время Надя Воскресенская пытается совершить свой личный подвиг. Сегодня она вышла из лагеря ABC, чтобы покорить северное седло. Предыдущие 800 метров она преодолевала из последних сил. Теперь ей придется действовать за гранью своих возможностей. Надя сообщила, что находится на высоте шесть тысяч восемьсот пятьдесят метров и не готова продолжать восхождение. Ребята хотят, чтобы ты дальше кладешь. Надя, иди сюда. Надя, давай, тебе там чуть-чуть совсем осталось. Мы тебя все ждем. Наденьки, начальни, мерзли я. Пошла вниз. Голова кружится. Начала. Понираться вниз. Блин, ну как она разглянулась. Вот так, пальцы. Как мы можем столько пройти? Что-то, кто-то уйдет? Двести метров не дошло. Я не знаю, шесть восемьсот пятьдесят. Сделала фотографию часов. Народ орал, давай наверх ночевать, найдем баллон с кислородом. А я, знаешь, уже вчера потухла. Уже, знаешь, такое чемоданное настроение домой бежать. Для Нади восхождение закончилось. Она так и не смогла подняться на северное седло Эвереста. Гора в этот раз победила. Вот в данный момент, если ты меня спросишь, что я хочу больше всего, это оказаться внизу. Все, наелась, пока наелась горами. На Эверест в экспедициях Александра Абрамова часто ходят иностранные альпинисты. Кто-то из-за надежности, кто-то из-за сервиса. В этом году вместе с российскими альпинистами идут поляк Януш Каханский, жена Нойла, ирландская альпинистка Лин Ханна, Лакпа Шерпа. Абсолютная рекордсменка. Единственная женщина в мире, покорившая Эверест уже шесть раз. И китаец Лай Квай Чун. Ему 60 лет. Он не обладает ни альпинистским опытом, ни достаточной физической подготовкой. Но он очень хочет подняться на вершину Эвереста. И он достаточно богат, чтобы оплачивать дополнительных шерпов, которые донесли его вплоть до стены перед седлом. Лай Квай Чун не готов смириться с тем, что ему не суждено побывать на вершине Эвереста. Он считает, что нужно просто больше шерпов, чтобы донести его туда. Я подниму тебя очень хорошо. Да. Если бы я не могу подниматься. Ага. Хорошо. Давай, Киси, удачи. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Я верю тебе. Да, добро пожаловать. После подъема на 7 тысяч Саше Кубасову, оператору съемочной группы, стало плохо. А доктор экспедиции сейчас находится на северном седле. То есть у него уже четыре дня более живутся, но просто он молчит и говорит. Во всем базовом лагере нашелся только один доктор, врач мексиканской экспедиции. Она смотрела Сашу и предположила, что у него воспалилась поджелудочная железа. На высоте это может быстро перерасти в острый панкреатит и привести к смерти. Поэтому было решено срочно отправить Сашу вниз. Съемочная группа осталась без оператора-постановщика. по возвращению с северного седла Игоря Демьяненко ждал приятный сюрприз. В базовый лагерь приехала его жена Джамиля. Обычно говорят, что с возрастом любовь угасает и люди совершенно спокойно могут существовать рядом друг с другом, не испытывая каких-то бурных эмоций. В нашей ситуации, наверное, это по-другому. Ты пьяненькая. Ты меня уже ругаешь за что-то? Джамиля и Игорь вместе ходят в горы вот уже 16 лет. Эверест — единственное исключение. Можно я тебя больше не буду отпускать одного? Мол. Ты согласен? Согласен. Когда в 1953 году Эдмунд Хиллари и Тенсент Наргей покорили Эверест и спустились вниз, первый вопрос, который им задали, был естественно, ну кто? 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 Кто был первым на вершине? Они прекрасно понимали, что друг без друга они бы не смогли взойти на вершину Эвереста, и поэтому они сделали только одно официальное заявление. Мы достигли вершины практически одновременно. И больше они к этому вопросу не возвращались. Но Хиллари не смогли говорить язык другого другого, но друзья, которые создали на уровне мира, это блеск, что дали всех шерперов и 全 человечество. После «Северного седла» все члены экспедиции отправятся в Ташидзонг. Это небольшая деревня, которая находится на один километр ниже базового лагеря. Спуск на две ночи на высоту 4200 станет завершающим этапом акклиматизации. Ташидзонг — это как в Лас-Вегасе, я действительно говорю. Завалюсь на кровати — всё непросто. Завалюсь в трусах на кровати, не плевать, пусть эти клопы меня сожрут. Впервые в экспедиции Александра Абрамова в распоряжении группы есть собственные автомобили. Раньше для того, чтобы спуститься в Ташидзонг, нужно было заплатить 250 долларов за человека в один конец. Когда ты сидишь в лагере, в любой момент ты можешь скачать и доехать до деревни. Ну, я мало знаю таких альпинистских лагерей, которые дают такой тебе комфорт и свободу. Слушайте, а здесь ничего так? Четыре человека помещается на раз? Да, особенно смеешь меня, да. Четыре человека. Нет, вот мы все четверо. Жесть, мы на высоте 4200. У меня здесь кислородное опьянение. Это классно. Можно экономить на алкоголе. В Ташидзонге альпинистов ждал Александр Кубасов. Спуск на три дня всего на тысячу метров помог ему практически полностью восстановиться. Тем не менее, из-за болезни он не сможет второй раз совершить восхождение на северное седло, чтобы продолжить съемки. В гостинице Ташидзонга очень плохие условия. Но грязь, антисанитария и насекомые никого не пугают. Нашим альпинистам сейчас все равно, где есть и где спать. Главное, чтобы в воздухе было как можно больше кислорода. Я вдруг понял, что я не задумываюсь над дыханием. Я не подлавливаю вот эту вот паузу. И нет этого. Акклиматизация завершена. Экспедиция готова к восхождению. Дальше их ждет только набор высоты. Впереди подъем на вершину Эвереста. Смотрите в следующей серии. Погодные условия с каждым днем все хуже и хуже. Могут быть обморожения. Альпинисты отправляются на штурм вершины Эвереста. Моя семья тебя золотит, если ты мой труп принесешь вниз. Группа попала под камнепад. Слеза, у нас, смотри! Шерп ранен в голову. Горная болезнь прогрессирует и уже влияет на сознание. В таком состоянии, я считаю, не нужно идти на Эверест, потому что Эверест, он не прощает. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!